Сегодня будет очень сложное видео для меня, но так как я получила от вас большой отклик, в предыдущем видео я рассказывала о том, как меня меняет мой отчим и как все было. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании. Хочу сказать всем спасибо за поддержку, которую вы пишете в моем инстаграм, под комментариями под ютуб, как вы защищаете меня. В общем, мне очень-очень приятно и сегодня я решила поделиться с вами. Сейчас у меня серьезные панические атаки. И если я слышу запах огня, то я сразу начинаю эвакуироваться. За минуту я могу собрать с дома все, свою любимую норковую шубу, телефоны, зарядки, ноутбук, деньги, паспорта, документы, код. В общем, все-все я беру и няшу, кстати, я тоже в этот момент беру, свою кошку. Вот она лежит, отдыхает. И почему так все произошло? Во-первых, когда мне было 10 лет, я пережила крупнейший пожар. В центре города Харьков я жила тогда и тогда случился очень серьезный крупный пожар, который я запомнила навсегда. И о котором вспоминаю, может быть, неделю раза 3-4. Каждый раз, когда я слышу запах, не просто запах гари или запах дыма какого-то, когда я даже слышу запах шашлыков. Вот, например, у нас тут рядом есть кафешка, и каждый раз, когда жарят шашлыки, у меня начинается биться бешеное сердце, я начинаю задыхаться и думать о чем-то плохом. А это видео я решила записать, потому что сегодня у меня начала вонять горелым розетка. И я даже не понимаю, это мне кажется или на самом деле, но она там вся поплавилась. И сейчас я думаю, блин, вызывать ночью электрика, это очень странно будет. Я думаю, не существует ночных электриков, поэтому я решила поделиться этим с вами. Возможно, мне как-то полегчает и рассказать всю свою историю. Значит, представьте такую ситуацию. Мне 10 лет. Я живу в центре Харькова, и дом очень старый, кирпичный. К нему есть пристройка деревянная, большая веранда с огромными ступеньками на второй этаж. И я сплю и слышу, как мой отчим орет нечеловеческим голосом. Он кричит «Пожар!». И я думаю, ну, наверное, он напился, как всегда, переворачиваясь на другой бок и пытаюсь уснуть. А потом он кричит еще больше и больше, крики повторяются. И я думаю, что вообще происходит. Начинаю вставать, выглядывать в окно, и вижу, что какие-то искры и дым слышу, слышу запах дыма. Рядом со мной спала моя родственница Аня, которая старше меня на 3 года. Я начинаю ее, естественно, будить и говорить «Аня, пожар!». И она встает, одевает колготки очень-очень медленно. Я понимаю, что вообще так дело не пойдет. Выкидываю колготки в сторону и кричу «Ты понимаешь, что пожар!». Нельзя так медленно собираться. Я беру ее за руку, одеваю сапоги теплые, потому что на улице ноябрь месяц, холодно. Хватаю две куртки и выбегаю. Когда я бежала, я так понимаю, потом выяснилось, что пожар начался в квартире под нами. Там жили студенты, они оставили окурок в постели, хотя официальная версия, что горела проводка, но вообще все знают, что было по-другому. И все это началось под нами. Естественно, языки пламени уже начинали подогревать вот этот вот пол на веранде, который был деревянный, через который мне обязательно нужно пройти. Другого выхода там не было. Один только выход и один только вход. Вот. И я помню, что мы бежим, и я чувствую, насколько нагрета вот эта вот деревяшка. Я чувствую потрескивание дров внизу. И когда я бежала, я оборачивалась, я видела уже языки пламени по бокам. И я видела, как оно все горело вокруг. Как только я спустилась вниз, я увидела, что языки пламени настолько быстро все перекинулись. Уже горели шторы у нас на кухне, там, где я буквально недавно одевала обувь и брала свои куртки. И я уже видела, как языки пламени дотрагиваются до потолка деревянного того же. Ну, то есть дерево, оно очень быстро горит. Вы просто даже не представляете, как. Когда ты делаешь костер для шашлыков, ты это не осознаешь, что очень долго не можешь его зажечь. А тут ты видишь, насколько это быстро. Я сама не понимаю, как это происходит, честно говоря, до сих пор. В общем, мы спустились. Вокруг куча соседей. И я оборачиваюсь, и я не могу понять, где мой отчим. Что он вообще делает? Куда он потерялся? Мне 10 лет. Я переживаю вообще за него. Что вообще с ним? Ему пофиг. Он потерялся. Это, конечно, очень неприятно, обидно и очень непонятно. Ну, спасибо ему огромное, что он кричал нечеловеческим голосом слово «пожар». Самое обидное, что отчим не хотел никак меня спасти. И не только меня, а вообще кого-либо. Он только кричал, кричал, и потом куда-то убежал. Я же, в свою очередь, увидела, что соседке холодно нашей. Отдала ей свою одну куртку, потому что у Ани была куртка у моей родственницы, у меня была. А соседка стояла в шелковом халате, а на улице минус 5. Естественно, я понимала, что она может замерзнуть. Я свою куртку отдала. И я понимаю, что мой дом горит. Там все документы, там все учебники со школы. Для меня тогда это было очень сильно важно. Мои все вещи. Я вижу, как горит штора. Я понимаю, что там какие-то новые штучки, которые я купила. Ну, мы там в Арифлейм заказали какие-то мочалки классные, навороченные, прикольные. На тот момент это было очень важно для меня почему-то. Я смотрю и понимаю, что все. Это капец. Приехали пожарные. И приехали не только пожарные, но и журналисты с камерами и микрофонами. Ну, чтобы снимать новостные выпуски для какого-то харьковского канала. И начали снимать без разрешения, светить фонарями. Я вообще была в шоке. И тогда мне никакой популярности вообще не хотелось. И, естественно, мы отошли, потому что мы были в неприглядном виде. Я вся заплаканная. Я очень много плакала тогда. Я не знаю, я очень испугалась. Это было очень страшно. И, наверное, никто из жильцов почти не хотел давать никакие интервью. Там просто стоял репортер и там сам что-то там себе рассказывал. Потом я отошла чуть подальше и видела, как горит веранда, дом, наше окно. Штора и как упал пожарник. Я помню, как пожарный. Как правильно говорить? И как упал пожарный. Потом летела вот эта вот досточка большая. И все оно рушится, падает. И вот эти вот парни, они реально рисковали жизнью, чтобы потушить дом. Потом я помню, что я отошла на другую центральную часть проспекта. И я видела, как спасают с окна дедушку старенького, который был нашим соседом, который не успел выбежать. И мне так страшно тоже было за него. Я помню, что ему тоже тарабанили соседи другие. И кричали, Леонид, Леонид. И он что-то не вышел, видимо, спал крепко. И к нему залезли пожарные через окно и его спустили со второго этажа, со специальной лестницы. Я смотрела, боже, это так было страшно. Он такой старенький. И еле-еле спускался. Но это еще не все. Как все было дальше? Все это тушили, тушили, тушили. Мы побежали к знакомым. Все воняло очень сильно. Наша одежда провонялась настолько просто. Этот запах стоял еще очень долго. Это не только в первый день все чувствовали. Уже когда мы покупались, уже даже вещи, которые мы стирали, они все равно почему-то продолжали вонять. Этот запах дыма настолько едкий, что некоторое время даже в школе воняло пожаром. Потому что все равно я же носила эти же учебники. Нет, блядь, сгорело полностью. Сгорело не полностью. Нет, я имею в виду, что сгорела кухня полностью. Все сгорело. А там дверь оказалась закрыта в комнату. И наши документы, и учебники пожарные успели спасти. Но там было все в гаре и в копоти. И даже вот это вот учебники были тоже. Черный налет на них был. На учебниках, на всех моих вещах, на всем, на всем, на всем. Но они были целые, просто в копоти. Все комнаты были в копоти в этой черной. Мы пошли ночевать к отчиму маме. У нее там был домашний телефон. Тогда мобильных телефонов не было. И она звонит ей, моей маме на работу, и говорит, Лена, привет. У нас случился пожар. Сгорел дом. И у мамы истерика. Она начинает плакать. Это сейчас я понимаю, что нужно было сразу мне позвонить и сказать, алло, мама там. Ей сразу сказала, это бабушка, ну в смысле отчима мама. И мама вообще испугалась, что я сгорела и со мной что-то случилось. Я это понимаю, я выхватываю трубку и начинаю плакать и говорить, мамочка, мамочка, со мной все в порядке, все хорошо. Я слышу, что она в телефоне тоже плачет, схлипывает, очень испугалась. Но, слава богу, все обошлось и все хорошо. На следующий день мне нужно было все равно идти в школу. И я покупалась, пришла за вещами и наутро увидела, что на этой веранде обгорелые ступеньки, по которым все еще люди ходят. И настелили новые доски, чтобы каждый мог пройти в свою квартиру. То есть по этой горелой штуке настелены новые доски. Я когда зашла на кухню, я просто охренела. Там все поплавилось. Вот это все, дверь полностью сгорела. Просто можно было отламывать дверь по кусочкам и кидать угли в печку. Я не знаю. И очень сильно воняло. И на следующий день, и потом, и потом очень сильно. Вонь была жуткая. Ну, представьте, сколько всего сгорело. Там и пластмасса горела, и бумага, и дерево. Все вместе горело. Я пошла в школу. В школе все ходили, затыкали носы. И просто вот так вот ходили. И даже учителя ходили и смотрели на меня очень странно. И говорили, что горит, почему так воняет. Я помню, что я в те моменты вообще сидела на последней парте одна. И никакой поддержки от своих друзей, от одноклассников я особо тогда не ощутила. Все просто не могли понять, почему так от меня воняет до сих пор этим пожаром. А как оно могло не вонять, если даже когда я стирала вещи, они все равно продолжали вонять из-за того, что там был налет этой сажи. Я не знаю, как их можно было вообще выстирать. Наверное, у вас возникает вопрос, почему мне не купили сразу же новые вещи. У нас было очень тяжелое финансовое положение. И ни о каких вещах не было и речи. Тут просто был вопрос, что поесть, что попить. Но по поводу вещей никто даже не думал. Наша квартира была в ужасном состоянии. Нам первое время приходилось ночевать у родственников. Но, естественно, долго нас принимать никто не хотел. Мы видели, что нам не рады. И мы это чувствовали. И нам пришлось вернуться туда. Мы приехали домой и приехали туда, где не закрывается дверь. Приехали туда, где жутко воняет. Хотели это все отмыть, но отмыть это все нереально. Но мы мыли. Мы очень много мыли. Мы были полностью черные, в саже. Под ногтями была грязь. В общем, это было все очень-очень жутко. Одно могу сказать. Спасибо большое государству, что нам помогли. Нам начали через время делать ремонт. И сделали ремонт в квартире лучше, чем он был. Я помню, что у нас до этого был ремонт хуже, чем они сделали. Нам поклеили полностью обои, постелили хорошие полы. До этого там были деревянные страшные полы. А постелили красивый линолеум. Это было хорошо, кстати. Но это все было со временем. Это все было не сразу. Мы очень долгое время страдали, отмывали, жили в таких условиях. И, естественно, жутко воняли. Что я могу сказать, подводя итоги? Даже если вы примерный человек, у вас идеальная проводка дома. И вы не кидаете и не играетесь со спичками. То знайте, что есть соседи над вами, есть соседи под вами, есть соседи рядом с вами, которые могут устроить пожар. И даже если вы живете в частном доме, поверьте, есть масса способов, как пожар может дойти и до вашего дома. Если вы слышите малейший запах гари или какие-то потрескивающие звуки, нужно обязательно выйти в подъезд, проверить или выглянуть в окно, понюхать везде. Я, например, сейчас в любой ситуации одеваю шубу, одеваю куртку, беру документы и выбегаю. И, кстати, на моем опыте пожар случался уже несколько раз, но уже не такой масштабный. Один раз вот даже уже в этой квартире, когда мы жили, я помню, что я такая сижу дома, все хорошо. У меня уже есть эти панические атаки, все хорошо в кавычках, да. И слышу звонок в дверь. Я обычно никому не открываю, но тут я решила открыть. Слышу звонок в дверь и слышу тарабанят. И стоит молодой человек и говорит, пожар, там пожар, там... Нет, он говорит не пожар, он говорит, там квартира дымится. Я выглядываю резко в окно, вижу, что реально она дымится, под нами там нижняя квартира. Я думаю, ну все, капец. Я за минуту, как всегда, собираю все свои гаджеты, документы, шубу, кошку и выбегаю во двор. Сижу, мы вызвали службу газа, службу пожара, эту 01. И потом пришла эта соседка и говорит, ой, я забыла выключить печку, я там оставила что-то готовиться. Мы позвонили в пожарную, отменили, сказали, мне надо приезжать, уже все потушено. И они не приехали. Вот так вот. Было не очень приятно. И самая страшная и ужасная история, и это то, чем никто никогда не поделится. Видео о том, как приставал ко мне мой отчим, ссылочка будет в описании. Сейчас это видео смотрит весь YouTube. И все, наверное, просто в шоке, что я таким делюсь. Ладно, подписчики, но мои друзья вообще в полнейшем шоке все. Все знакомые и друзья. Спасибо вам за поддержку. Мне приятно с вами делиться самым сокровенным. С вами была ваша Юлия Счастливая. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И пиши в комментариях слово Юля, если ты досмотрела до конца это видео. Всем пока!